Предоперационная терапия, которая позволяет привести неоперабельную стадию в операбельную. Сегодня повторюсь, биопсия сигнальных лимфоузлов пользуется рутинно. Сегодня в арсенале имеются такие химиопрепараты, которые позволяют при неодевантной терапии добиться полного регресса. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Онкофакты». Тема сегодняшнего выпуска мне близка и очень знакома – типы рака молочной железы и их инновационные методы лечения. Мне было интересно общаться с доктором на тему органосохраняющих операций, ведь это так важно, когда женщина имеет возможность сохранить орган и не думать о рецидивах и возможном прогрессировании заболевания. Об этом и не только мы поговорили с гостем нашей студии – хирургом-онкологом, мамологом, кандидатом медицинских наук, исполняющим обязанности заведующего отделением опухоли молочной железы НМИД с онкологией имени Петрова, Табагва Тенгизом Тенгизовичем. Здравствуйте, Тенгиз! Очень рады видеть вас в нашей студии. Здравствуйте, мне очень приятно. Тема сегодняшнего нашего разговора – это рак молочной железы. И, наверное, для наших зрителей начнём с самых азов. Расскажите о типах рака и начнём, пожалуй, с самого, наверное, неагрессивного гормонозависимого рака молочной железы. В чём особенности течения этой болезни? Прежде чем говорить о типах рака молочной железы, хотелось бы сказать, что, в принципе, до сих пор, к сожалению, наверное, это заболевание занимает около 20-30% от всех нозологий и онкологического порядка. У нас самое большое распространение по статистике в странах Северной Америки, в Западной Европе. Меньше всего рака молочной железы встречается в странах Азии. Наша страна, она, к сожалению, входит в список тех стран, где рак молочной железы достаточно распространён. И ежегодно, на сегодняшний день, если смотреть статистику, то на учёте, это официальные данные, стоят более 500 тысяч, если быть точным, 560 тысяч женщин. Это те пациенты, которые стоят на учёте. Это очень много. Это очень много, безусловно. Я хочу подчеркнуть, это только те пациенты, которые стоят на учёте, а те пациенты, которые не внесены в регистр, таких пациентов наверняка ещё больше. И с учётом того, что 4 миллиона всего пациентов в онкологических в стране, это очень высокая цифра? Это очень высокая цифра. Если говорить о самом заболевании, конечно же, об этом заболевании двумя словами не сказать. Оно многогранно, разнообразно, благодаря своим характеристикам, биологическим потипам, степенью распространения и так далее. Если основываться на биологические потипы и обращаться к классификации международной, там выделяется 4-5 основных биологических потипов, которые выстраиваются в зависимости от того, какие онкомаркёры определяют наши патоморфологи-кистологи. То бишь, и в зависимости от этого выделяют, как вы назвали, луминальный А потип, луминальный В, трижды негативный, он бывает базально подобный, хер негативный и так далее. Если говорить про гормонозависимый рак молочной железы, то по своим характеристикам, по течению заболевания, по прогнозу, он является одним из самых благоприятных. Но, к сожалению, это нельзя утверждать при возможных вариантах. Почему? Потому что на течение заболевания, на прогноз, это зависит от многих факторов. Не только от потипа, от возраста пациента, от социального положения, от метода лечения, от того, где пациент получился. От диагностики, безусловно, многое зависит. Почему? Потому что прежде чем назначить адекватную терапию, адекватное лечение, нужно пациентку, на мой взгляд, дообследовать соответственно. Почему? Потому что от того, что нам напишут наши коллеги, патоморфологи, коллеги из ультразвуковой диагностики, КТ-диагносты, зависит то, как мы увидим процесс заболевания, и как мы назначим терапию. Что касается возраста пациента, то люминальный апотип, гормонозависимый рак молочной железы, он чаще встречается у пациентов уже на базальной стадии. В зависимости от уровня, если мы говорим про люминальный апотип, то индекс КИ-67 здесь до 20%. Этот индекс также варьирует в зависимости от лаборатории, где его определяют. Но в целом эта цифра в 20%. И чаще всего такие опухоли, если они не распространены, они лечатся хирургическим путем, естественно, и назначается система терапии в виде гормональной терапии. Прогноз таких пациентов, если можно так говорить, очень хороший, благоприятный. В принципе, можно обойтись системной терапией в виде таблетированной формы и не назначать агрессивную химиотерапию. Это в случае, если небольшая остальность? Безусловно. Первая, вторая? Ракомолочной железы у нас это рекомендации Минздрава, которые мы активируем у наших зарубежных коллег. Это рекомендации НССН, рекомендации АСК и так далее. Эти рекомендации существуют, мы можем на них ссылаться. Но в целом лечение рака молочной железы у нас очень персонализированный характер, по большому счету. И каждые двух абсолютно, скажем так, идентичных в кавычках пациентов, у которых одного и того же возраста, одной и той же социальной группы, одной и той же расы, один и тот же биологический потип опухоли может протекать по-разному. И, к сожалению, в таких случаях все равно для этого лечения носит индивидуальный характер. Несмотря на то, что есть рекомендации в целом. Какие прогрессивные методы лечения вот именно вот этого рака есть у вас, в вашем арсенале? Есть ли такие? Есть что-то, что вы используете? Если говорить конкретно про гормонозависимый рак, тяжело сказать, что прогрессивного сегодня используется в лечении этого заболевания. Если говорить о каких-то технологиях, которые существуют сегодня, если мы говорим про наш институт, про наше отделение, по большому счету, все те технологии современные, которые можно внедрять при лечении этого заболевания, они у нас есть в отделении точно, ну и в институте в целом. Это касается и различных модифицированных операций, это касается и назначения системной терапии, операции, начиная от органозохраняющих операций, с биописи, с сигнальных лимфатических узлов, заканчивая различными пластическими операциями, которые применяются во всем мире повсеместно. Что касается люминального потипа, есть еще наиболее... Люминальный B. А, B. Люминальный B. им присуща этим опухолям высокий индекс пролиферации КИИ-67. И в таких случаях... Выше 20. Значит, что в таких случаях? В таких случаях, в зависимости от распространения назначается лечение. Вообще, если подходить к этому вопросу более глубоко, за определенное количество времени, это небольшое, я могу судить, потому что я видел, когда я проходил в ординатуру, это был 2008 год. Тогда, насколько я помню, у нас в отделении мы лечили местно распространенные формы рака молочной железы, и всегда лечение начиналось с хирургического этапа. Сегодня же хирургическому этапу чаще всего предшествует при местно распространенных формах и при агрессивных формах рака молочной железы предшествует так называемая неодевантная предоперационная терапия, которая позволяет, во-первых, а это перевести неоперабельную стадию в условно неоперабельную. Когда мы планируем релизов... Что вы имеете в виду, когда говорите условно неоперабельную? Объясню, что такое условно неоперабельное. Местно распространенный рак, когда у нас, например, вторая, третья стадия заболевания, допустим, у нас есть вовлечены в процесс региональные лимфатические узлы, в принципе, эта стадия вполне операбельная с хирургической точки зрения, но с точки зрения системной терапии, системного подхода, в таком случае лечение целесообразно начинается с неодевантной терапии. Почему? Первое. Мы можем отслеживать лечение, то бишь, каждые два, если речь идет о химиотерапии, то каждые два цикла химиотерапии мы проходим снеобследование. Смотрим на то, как опухоли реагируют на лечение. То бишь, мы можем понимать, насколько оно эффективно. Мы можем отслеживать эффективность. Это крайне важно. Второй момент. При проведении неодевантной терапии мы можем сократить объем хирургического вмешательства. Так называемый ДСК процесс хирургического вмешательства. То бишь, если изначально у нас пациентка с местной распространенной формой и у нас только один вариант хирургического вмешательства, это мастэктомия, то при проведении неодевантной терапии мы добиваемся частичного либо полного регресса заболеваний. Тогда у нас есть все шансы для того, чтобы выполнить органно-сохраняющую операцию. Что для каждой женщины очень важно. Безусловно, это важно. И еще очень важно, мы сможем выполнить в таком случае биопсию сигнальных лимфоузлов, что также крайне важно в дальнейшем прогнозе и лечении. Ее раньше не делали, биопсию сигнальных лимфоузлов? Или делали? Биопсию сигнальных лимфоузлов делают очень давно. Но, к сожалению, в некоторых регионах нашей страны до сих пор это почему-то экзотика. И, как вы сказали, прогрессивное лечение считается. Хотя сегодня, повторюсь, биопсия сигнальных лимфоузлов у нас в отделении точно. Эта процедура используется рутинно, давным-давно, уже много-много лет. И, в принципе, у нас в отделении в институте самый большой опыт биопсии сигнальных лимфоузлов методом радиоизотопного амбонента. Если делать биопсию сигнальных узлов и все чисто, то лимфоузлы оставляют? Безусловно. Удаляется 1-2 лимфоузла, которые отправляются во время операции на срочное гистологическое исследование. И в зависимости от результатов этого исследования корректируется объем хирургического вмешательства на подмышечной зоне. Как это круто. Это мало того, что круто. Для пациентов это большое благо. Почему? Потому что... У меня нет 13 лимфоузлов, поэтому я говорю, как это круто. С сожалению. С одной стороны, но с другой стороны я понимаю, сколько женщин. Это используется давно. Очень и очень давно. И повторюсь, вот вы говорили про прогрессивное лечение. Очень тяжело судить, где грань вот этого прогресса в лечении рака молочной железы. Если говорить совсем о каких-то новых нововведениях в лечении рака молочной железы, у нас в отделении запущена научно-исследовательская работа НИР по лации при агрессивных формах рака молочной железы, которые подвергаются неодевантной терапии, это чаще всего херопозитивные опухоли, трижды негативные опухоли. Сегодня в арсенале имеются такие химиопрепараты, которые позволяют при неодевантной терапии добиться полного регресса. И в таких случаях понятно, что это очень осторожно, это нигде рутинно еще не используется. Это в рамках НИРа и в рамках нашего отделения, повторюсь. Но, тем не менее, у нас есть уже небольшие совсем результаты, когда мы можем таким пациентам, у которых клинически, повторюсь, это очень важно, клинически достигнуть полный регресс, таким пациентам выполняется секторальная резекция методом вакуумо-аспирационной биопсии. Что это значит? Это значит, что удаляется опухолевая ложа, скажем так, осталось на опухолевая ткань, если она есть, специальным методом без операции, без разреза, скажем так. И отдельно выполняется биопсия сигнальных лимфатических узлов. В случае, если после вакуумо-аспирационной биопсии наши патоморфологи находят там оставших опухолевых клеток, тогда мы выполняем полноценную органозохраняющую операцию. Поэтому, в принципе, это одно из самых щадящих методов лечения на сегодняшний день. Повторюсь, это очень осторожно и нерутинно сегодня используется. Пока, пока. В рамках исследования только. Для меня это звучит, конечно, фантастически. С учетом того, что я вижу, да, это радикальная мысльтоксинно-моментная реконструкция, но тем не менее, чаще всего женщины лишаются и лимфоузлов, и органов. Я бы не сказал. Но я больше, я секторальных очень мало встречаю. В регионах. В регионах, безусловно, я уж прошу прощения, перебил. В регионах, к сожалению, так оно и есть. В некоторых регионах до сих пор не выполняют биопсию сигнальных лимфатических узлов и до сих пор выполняют мастектомию. А с какого года делается биопсия сигнальных узлов? У нас в стране, у нас в отделении биопсию сигнальных лимфатических узлов, еще наш руководитель, Владимир Фельд, Семиглазов, начинал в 2000-х, в начале 2000-х годов. Только начинали выполнять, и вот до сих пор, сегодня, на дворе 2021 год, эта процедура абсолютно рутинная и даже не обсуждается, нужно ее делать или нет. Вот тоже интересный такой момент, то, что многие пациентки, которые только узнают о своем диагнозе рак, они знают, что у них рак и не знают, какие есть возможности в плане лечения и всего остального. Это целая проблема. Хорошо. Вот вы начали говорить о методах лечения хер-позитивный рак и трипл. Давайте об этих раках поговорим и охарактеризуем их, чем они опасны, в чем коварство этих раков. Если говорить про трижды негативный рак и про хер-позитивный рак, повторюсь, это одни из самых агрессивных форм рака молочной железы, и несмотря на это, как бы это, как бы это не звучало парадоксально, несмотря на то, что они самые агрессивные, они лучше всего поддаются терапии. Лучше всего? Ну, вот если говорить про неотниматную терапию, если это местно распространенная форма, то в такой подгруппе чаще всего мы достигаем полный патоморфологический регресс. А чем они отличаются от гормонозависимого лиминального рака? Они чувствительны к химиопрепаратам. А гормонозависимый рак, он лиминальный апатит, если говорить про него, например, он малочувствительный к химиотерапевтическим препаратам, и поэтому в таких случаях назначается гормональная терапия, которая, возможно, не всегда эффективна. Хотя есть результаты, когда гормонотерапия приводит к хорошим результатам в том числе, если говорить про лиминальный апатит. Глобально они, конечно же, отличаются между собой, эти апатит. И лечение у них абсолютно разное, и прогноз, безусловно, абсолютно разный. И про прогнозы, про течение можно говорить, когда мы обсуждаем к определенному когорту пациентов, если можно так выразиться, пол пациентов, когда мы говорим про конкретного человека, к сожалению, невозможно определить, что и как. Да, недаром у нас сейчас медицина идет в сторону персонифицированного подхода к каждому пациенту отдельно. И даже вот если брать меня как пациентку, я знаю девушек, которые с одним и тем же типом рака, с одним и тем же входными данными, показателями, и у всех разный результат. Поэтому здесь К сожалению, да. Здесь факторов, наверное, много, которые влияют. Вот вы сказали, что, в принципе, агрессивным видом рака, который легко поддается лечению химиотерапии, и... Я просто прощаюсь, не сказал, что они легко поддаются, я сказал, что они лучше отвечают. Да, лучше отвечают. Да, я оговорилась, конечно. Вот. И при этом вот используется инновация как раз заключается вот в тех методах операций, которые после неодювантной терапии. Насколько важна хирургия в раке молочной железы, раз идут такие темпы по научным открытиям, по всему? Понимаю вопрос, но не знаю, что будет завтра. И никто не знает. Мы пока к этому идём. Медленно, быстро, ну, не нам судить, но к этому идём. Но всё ведёт к тому, что, возможно, когда-то мы вообще откажемся от хирургического лечения рака молочной железы, учитывая, что перед этим будет системная терапия, заболевание системное. Но сегодня, если мы говорим про сегодняшнее реальное, мы не можем отказаться от хирургии в целом. Есть определённые моменты, есть определённые по типу рака молочной железы, есть определённые моменты в лечении этих по типов, которые, возможно, позволяют нам сегодня выполнять щадящие хирургические вмешательства. Но полностью отказаться от хирургии мы сегодня не можем. Если, опять же, обращаться к опыту нашего отделения, у нас на сегодняшний день выполняются абсолютно все возможные хирургические вмешательства на молочной железе и органозохраняющей операции с биописией, сигнальных лимфоузлов. Крайне редко выполняется мастектомия. К сожалению, недавно пришлось выполнить мастектомию, потому что на фоне химиотерапии, которую получал пациент, у него произошла прогрессия. Произошла прогрессия заболевания по основному очень будет, тут других вариантов не было. Такое тоже может быть. Бывает, к сожалению. А почему такое было? Я бы очень хотел ответить на этот вопрос, но не всегда могу. Почему так случается? Но несмотря на то, что нам пришлось ударить молочную железу, мы восстановили форму молочной железы, используя реконструктивно-пластическую методику. Одномоментно? К сожалению, в данном случае не удалось одномоментно. Мы первым этапом установили экспандер, следующим этапом будем менять экспандер. Двухэтапная реконструкция. Двухэтапная реконструкция. А так, в целом, и одноэтапная реконструкция у нас присутствует в отделении широко представлено. И больше даже скажу, у нас есть замечательные пластические хирурги в отделении, которые выполняют одни из самых сложных реконструктивно-пластических операций, которые позволяют перенести кожно-жировой лоскут с передней стенки живота на вопы с лоскута. Так точно. Метрохирургия. Метрохирургия. То, что было у меня. У нас в отделении все это выполняется. Поэтому, когда нам говорят, что почему в регионах не делают биопсивисиональных лимфатических узлов, ну, этот вопрос, наверное, не совсем к нам. И это не всегда мысль. Ну, да. Это вопрос вообще, он такой, общество, да? Слово. Как раз вот изменения, может быть, и будут, ну, точно не со следующего года. с учетом, я имею в виду приказы 116-го, конечно, хочется, чтобы уровень специалистов рос. Их не хватает, мало того, их не хватает, еще и квалификация тоже, ну, не соответствует, если брать регионы. Надо развивать скрининг. Скрининг, это после 40 лет каждая женщина выполняет маммографию. Он не развит. Не развит вообще. Но, опять же, благодаря скринингу и повышается количество заболевших. Сколько можно с этим гормонозависимым раком, который скидет 20% жить, да? И не думать, да? Выращивать там у себя лет 5, когда там... Либо больше даже. Даже больше. Даже больше. Поэтому, в принципе, скрининг наше все. Почему? Потому что в западных, ну, в развитых странах, в которых хорошо развит скрининг, у них, по большому счету, их очень мало. Второй, третьей, четвертой стадии заболевания. Тут два варианта. Первый вариант. Те женщины, которые не выполняют маммографию вовремя, ну, по каким-то причинам, там есть свои нюансы, по которым они, хочешь не хочешь, должны пройти это исследование. Второй вариант... Штрафы надо, наверное, вводить. Наверное. Как бы негуманно не звучало, но третью, четвертую стадию заболевания лечить экономически гораздо дороже, нежели первую стадию. Вот, если брать четвертую стадию, вы сказали, что условно, неоперабельно. Значит, четвертую стадию можно оперировать? Хороший вопрос. Смотря что мы преследуем, какую цель мы преследуем. Есть палеотивная хирургия, когда мы выполняем это хирургическое вмешательство для того, чтобы как-то улучшить хотя бы на время качество жизни этого пациента. Потому что, если это четвертая стадия заболевания, например, опухоль с экзофитным ростом на молочной железе, когда имеется распад опухолевого узла, имеются периодические кровотечения, скажем так, и качество жизни у этой пациента не очень. И если есть такая возможность в хирургическом плане удалить этот очаг, повторюсь, палеотивно, на этот шаг хирурги идут. Но если говорить про системный какой-то эффект от хирургического вмешательства, конечно же, его не будет. Потому что тут все за системной терапией. То есть четвертую стадию системной терапии. Только системная? Системная терапия, если требуется палеотивное хирургическое вмешательство. То есть при четвертой стадии только палеотивная хирургия? Да, безусловно. Если у нас нет эффекта на лечение, опухоль прогрессирует, и у нас нет других возможностей, система терапия не работает, и качество жизни у пациента страдает, тогда мы выполняем палитивную операцию. Опять же повторюсь, это очень тонкая грань. Не всегда, далеко не всегда. Есть четвертая стадия заболевания, например, когда пациент получает лечение, у нее идет регресс по таргетным мочегам в органах, например, и сохраняется отек на молочной железе, ну, например, или сохраняется опухоль, которая проросла в кожу и начинает кровить, грубо говоря. В таком случае, чтобы избежать проблем другого характера, приходится выполнять палитивную операцию, удалять очаг, который в тот или иной момент может просто быть замедленной бомбой, а дальше просто продолжать системную терапию. Системную терапию, и пациент может жить, но это чаще всего, наверное, не удаляют эту опухоль, если она не растет, если при системном лечении. Смотрите, если мы говорим про прогноз заболевания, тут все за системной терапией. Все. Все за системной терапией, если мы говорим про основной прогноз. Тут без вариантов. Ну, просто у меня есть знакомые, которые из четвертой стадии не оперированы. И не лечатся? Лечатся. Нет, они лечатся, они принимают им курс один за одним, меняют, но это самое сложное лечение, вот эта четвертая стадия. Их много, к сожалению, таких пациентов. И про хирургию мы заговорили только в палиативном случае, только когда это жизненно необходимо. А так, в принципе нет, конечно. Какой смысл? Смысла в этом никакого глобального нет. Тогда в чем смысл хирургии при раке молочной железы? Объясню. Если мы... Я сейчас не о четвертой стадии, а вообще. Вообще? Да. Хороший вопрос, злободневный. В чем смысл хирургии? Когда мы выполняем удаление основного очага опухолевого, например, не местной распространенной стадии, у пациентки нет данных за отдаленные изменения, нет данных за распространение в региональные лимфатические узлы, мы всегда можем выполнить органо сохраняющую операцию с биопсией сигнализма лимфатических узлов, удалить основной очаг, назначить систему терапию ту или иную, которая потребуется при данной стадии. И если мы сохраняем молочную железу, то выполняем лучевую терапию. То есть мы удаляем основной очаг. Да. И процент в сравнении этого процесса уменьшается. Вы же только что в начале разговора говорили про так называемые оккультные формы рака молочной железы, которые встречаются крайне редко, но они тоже бывают, когда имеются метастазы рака молочной железы, но нет основного очага в самой молочной железе. В принципе, вот такие формы рака молочной железы также подвергаются системной терапии. И зачастую, если ситуация доходит до хирургического этапа лечения, то удалив орган, не всегда возможно найти там опухолевый процесс молочной железы. А при этом метастазы могут быть. Да, да, да. Это еще раз подтверждает о том, что заболевание системное. Но к счастью или к сожалению, к сожалению, все равно от хирургии мы сегодня не откажемся. Но хирургия рака молочной железы, она прошла огромный-огромный этап, начиная от тех количествых операций, когда удалялась молочная железа, большая грудная мысль, малая грудная мысль, по большому счету кожный лоскут укладывался на переднюю грудную стенку, на ребра. И сегодня, когда мы позволяем себе выполнять такие операции, которые сохранят форму молочной железы, пластические операции и так далее, даже относительно недавно, лет 15 тому назад, может даже 20 сейчас, речь глобально, вот рутинно пластические операции при раке молочной железы не использовались. Потому что вот эта вот грань между, скажем так, принципами хирургического вмешательства при онкологических процессах и самой пластики, как это все было несовместимо. И было очень много противников. И несмотря на это, сегодня мы видим, как рутинно и везде и всюду выполняются эти операции, естественно, без ущерба для основного заболевания. И на качестве жизни это сказывается очень даже позитивно. Такой вопрос. Вот есть женщины, которых прооперировали, полностью удалили молочную железу. Они продолжают лечение, у них там следующее, следующее. Они планируют реконструкцию молочной железы там спустя определенный период времени восстановления после лучевой терапии. И начинается прогрессирование. Я знаю, что когда вот это вот прогрессирование убирается с помощью там таргетов или химиотерапии, ну то есть как бы или стабилизация, или просто пропадает, они идут на реконструкцию. На ваш взгляд, это может повысить риск возобновления прогрессирования? Нет, конечно, никак. Нет, конечно. Это местная процедура хирургическое лечение, которое никак не повлияет в целом на прогрессию заболевания по основному процессу. И если есть какие-то случаи, то это вот просто случайные совпадения? Либо случайные совпадения, либо закономерность по основному заболеванию. Потому что, повторюсь, если процесс системный, он системный. От того, что пациентка обратится к хирургу на отсроченный этап реконструкции с полным регрессом по всем очагам, и, не дай бог, далее произойдет прогрессирование процесса, то хирургия здесь абсолютно никак не способствовала этому в целом. Не может никак способствовать этому. Я вам больше скажу. Многие пациенты, или немногие, но есть такие пациенты, которые категорически против того, чтобы мы выполняли органосохраняющую операцию. Например, обращается пациентка, и технически я как хирург вижу, что я могу ей выполнить органосохраняющую операцию. Я к чему? К тому, что, в принципе, общая и безрессивная выживаемость никак от этого не страдает, от объема операции. Если операция проведена радикально, когда край резекции чистый, это уже считается радикальной операцией. Ну, а вдруг промахнется хирург, и край резекции будет нечистый? Нет, если хирург промахнулся, и патоморфологи нам говорят, что край резекции нечистый, и там есть опухолевая клетка, то такая пациентка должна подвернуться в реоперации. Потому что в чем смысл этой операции? В один момент делается? Нет, нет. Вот. Поэтому и люди отказываются. Лучше, как говорят, перестраховаться. Но я, если бы мне предлагали, с моими знаниями сейчас, если бы мне предлагали полное удаление молочной железы или секторальное, я бы все равно выбрала... Полное удаление? Да. В этом нет совсем логики. Ну, как нет логики, если мы все боимся. Мы боимся рецидивов, мы боимся развития и прогрессирования болезни. И есть опыты там, допустим... Опытов очень много и очень разных. Вот вы мне рассказывали про терапию гормональную, которая длится несколько лет, и в принципе все хорошо. Да. А есть совсем другой опыт, который я тоже могу... В течение трех месяцев. Да, безусловно. То же самое и касается и хирургических объемов вмешательства, потому что... То есть это все, в общем-то... Надо понимать, что процесс системный. Если хирург... Если, слушай, хирурги есть разные, вы же понимаете. Ну да. Если адекватно запланирована операция, изначально адекватно выбран объем операции, пациентка подготовлена, дообследована, что самое главное, то я хирург, соответственно, выполнить этот объем хирургического вмешательства как надо. И в целом, повторюсь, когда операция выполнена радикально, вне зависимости от того, от органосохраняющей операции, либо это мастектомия, полное удаление молочной железы, общая безрецидивная выживаемость, ну, безрецидивная, мы сейчас будем с вами спорить, но общая выживаемость совсем не меняется глобально. В зависимости от хирургического... А качество жизни, на мой скромный взгляд, очень сильно страдает. Одно дело, когда у пациента своя молочная железа, и пациент дальше живет, здравствует, ходит в бассейн, ездит на море и так далее. А другое дело, когда у нее вместо молочной железы передняя грудная стенка, и там ничего нет. Наверное, я могу ошибаться. Нет, вы не ошибаетесь. Я бы предпочла не знать, что... Ну, не знать про то, что вот такие возможности есть. Можно ли считать, что вот при равных условиях у пациента просто должен быть какой-то счастливый билет, чтобы не развивалась эта болезнь, да? То есть вот, ну, получается, никакой закономерности нет. Ну вот сделали все одинаково двум пациенткам, одно и то же лечение, одни и те же входные данные, один тип рака, сделали одно и то же лечение, но результаты у них разные. Можно считать, что это счастливый билет у одной, и вот другой меньше повезло? Можно по-разному считать. Мы все, прежде всего, люди. Ну да. Прежде всего, люди. И каждый верит в то, во что он верит. Кто-то в Бога верит, кто-то во Вселенную верит, кто-то в какие-то мифические знаки и так далее. Тут тяжело судить и высказываться по этому поводу. У каждого свое мнение наверняка на этот счет. Я, как онколог, как человек, который занимается хирургией, наукой, верю в факты. То есть есть такое понятие доказательная медицина. Вот это в то, что я верю. Потому что я не могу надеяться на какие-то другие моменты. Потому что от того, что я предложу пациенту, зависит, в принципе, то, что мы получим на исходе. Вы понимаете, есть... Не я сказал, и не буду говорить, кто сказал, не такой себе персонаж, но есть знания, а есть убеждения. Это абсолютно разные вещи. Поэтому, когда ты... А знания должны быть на чем-то основаны. Вы же понимаете, есть какие-то исследования, которые доказывают то-то и то-то. И когда у нас есть эти данные, мы ими апеллируем, в принципе. И это предлагаем нашим пациентам. Это то, как ты поговоришь с пациентом, как ты ему донесешь информацию, особенно в наш век, когда интернет, телевидение, все переполнено, знаний полно. Главное их переварить еще. Растеряны люди от этой информации. Люди чаще всего растеряны. Поэтому от доктора, конечно же, зависит то, как ты преподнесешь пациенту информацию, и как ты донесешь до него информацию по заболеванию и как ты будешь его лечить. Потому что я, как доктор, который занимается лечением пациентов, для меня очень важна обратная связь. Потому что если у меня нет обратной связи с пациентом, мне тяжело, честное слово. Как бы это ни звучало вот сейчас, мне реально тяжело лечить такого пациента. Связь все равно должна... Понятно, что на всех не хватает. Либо ты работаешь, либо ты не работаешь. Вот по-другому не бывает, к сожалению. Потому что, опять же, повторюсь, я сегодня опять про наше отделение. Не сочтите за какой-то дурной тон. Я вырос в этом отделении. Я ваше отделение очень уважаю. И вы можете говорить сколько угодно о вашем отделении. Хочется только больше узнать, чтобы донести до пациентов информацию о институте Петрова и вашем отделении. Пациенты, которые попадают к нам в отделение на лечение, повторюсь, мы сегодня говорили много про это заболевание, про то, что у нас системное, и требуют разных подходов. Сначала это хирургический этап, это системная терапия, это лучевая терапия. Так вот, все эти этапы пациенты чаще всего проходят в разных инстанциях, в разных клиниках, у разных докторов. Ну, так заведено. Кто-то по месту жительства, кто-то еще где-то. У нас, к великому счастью, есть возможность, когда пациента, который обратился один раз к доктору с нашего отделения, он проходит все этапы там. То есть, весь неодивант проходит у нас в отделении. Например, пациент проходит весь неодивант у меня. Я сам лично могу отслеживать, как эффективность лечения, то есть, как опухоль реагирует на лечение. Я, используя все современные методики, могу лечить эту опухоль. То есть, мы ставим специальные метки для того, чтобы понимать при полном регрессии, где раньше была опухоль. Тоже очень важно. Безусловно. Не везде это есть. Далеко не везде. Конечно же. Хотя, в принципе, это элементарно. Даже если, ну, опустим это. Я имею возможность этого пациента наблюдать в ходе лечения. Я могу с ним обсуждать в ходе этого лечения дальнейшее хирургическое вмешательство. Потому что пациента к этому нужно потихонечку подводить, объяснять, что мы можем себе позволить без ущерба для его здоровья. Технически я имею в виду объем. А что мы не можем. Потому что есть другая категория пациентов. Мы сначале сами говорили о тех пациентах, которые категорически не хотят сохранять железу. А есть, хотят полностью удалить молочную железу. А есть другая категория пациентов, которые категорически не хотят удалять молочную железу. И когда ты, как доктор, понимаешь, что у тебя нет возможности технически сохранить ей молочную железу, потому что это будет потом плохо сказано на дальнейших каких-то прогнозах. Короче говоря, лечение будет нерадикальным. И ты должен до этого пациента как-то донести эту информацию таким образом, чтобы пациент это понял. Чтобы это был не приговор, чтобы вот так и все, а чтобы это до него дошло со стороны того, что действительно так будет лучше. Ведь если говорить о тех же стадиях заболевания, которые по большому счету сегодня не так важны, мы все равно называем стадии заболевания, а сегодня по большому счету важен биологический потих. Если возвращаться на 10-15 лет тому назад, главенствующим в определении тактики лечения была стадия заболевания, а сегодня главенствующим в определении тактики лечения является биологический потих опухоли, на что мы опираемся, по большому счету, когда определяемся с тактикой. Так вот, стадия заболевания у одной и той же пациентки может означать абсолютно разную степень распространения процесса. Например, если говорить про первую стадию Т1, Н0, М0, если брать стадию в Т1, опухоль до 2 см, максимальный размер первой стадии опухоль в 2 см. Если у нашей пациентки, которой мы собираемся лечить опухоль в 2 см, в амбулаторной карте, в истории болезни, во всех медицинских документах будет прописано как первая стадия заболевания. Но опять же, мы говорим про индивидуализацию лечения. У этой пациентки, например, средний размер молочной железы или большой размер молочной железы, и опухоль в 2 см, да, для нее первая стадия заболевания, где мы совершенно спокойно можем предложить диоргансохраняющую операцию, себе все сигналы лимфоузлов с последующей лечевой терапией. Другую пациентку берем, ту же самую пациентку, у которой опухоль в 2 см, но у нее небольшая молочная железа, либо совсем небольших размеров молочная железа. Во второй стадии одна и та же, но для этой пациентки, это опухоль в 2 см, уже большая опухоль, несмотря на то, что это первая стадия. И в таком случае, технически, даже если мы можем выполнить органсохраняющую операцию, технически, если мы можем, соблюдая все принципы, у нас вместо молочной железы останется ничего, простите. В таком случае надо объяснять пациенту, чтобы, естественно, органсохраняющую операцию выполнить нецелесообразно, лучше выполнить, например, например, сейчас я очень говорю, мастектомию, при этом ее восстановить. С реконструкцией. Безусловно. Поэтому, несмотря на то, что первая стадия, она всегда первая стадия, но не всегда, это одно и то же. Поэтому это важно. Есть вообще, все так боятся, на самом деле, вот эта вот мастектомия, ее больше всего, наверное, женщины боятся, которые узнают о своем диагнозе, да, первая мысль, а как я буду без молочной железы. И есть случаи, которые отказываются от лечения даже. Вот, к сожалению, это имеет место быть. И, наверное, наша вообще задача, и наша, как ВТОНКОТВ, и ваша, как врачей, донести до таких вот людей, что ни в коем случае нельзя отказываться от лечения. Потому что на сегодняшний день потеря молочной железы – это такая условная вещь. Все возвращается, корректируется в любом случае. В секундестных условиях, да. И с учетом вообще секторального удаления опухоли, это просто, мне кажется, уже даже не стоит беспокоиться. Обычная операция. Можно и так сказать. Ну да, да, который, ну орган-то остается самое главное. Тенгиз, скажите, пожалуйста, вот с учетом того, что уже достаточно много сделано медициной, наукой по раку молочной железы, учеными всего мира, в каком направлении, и, казалось бы, уже вот все достигнуто, я на многих конференциях это слышу, что практически знают все. В каком направлении сейчас будет идти наука? Если говорить конкретно про рак молочной железы, у нас сегодня все больше и больше работ про иммунотерапию. Есть, опять же, повторюсь, он настолько гетерогенный, это заболевание, что подтипов великое множество, а иммунотерапия не везде работает. Но есть направление, где активно развивается иммунотерапия, активно исследуются эти препараты. Есть исследования, которые подтверждают эффективность этих препаратов. Это если говорить про системную терапию. Если говорить про хирургию, ракомолочной железы, это тоже самое исследование, которое проводится. Свой исследованием которого является наше отделение, когда по безхирургическое, скажем так, удаление опухолевого или чага в молочной железе. Но в целом, опять же, говорить про фантазии, если, скорее всего, когда-то наступит то время, когда мы не будем хирургическим путем лечить рак молочной железы. Наступит эра, когда мы будем заниматься только системой терапии этого заболевания. Что будете делать? Или на вашем веку это не произойдет? Я не могу сказать, но, опять же говоря, про наше отделение мы специалисты универсальны. У нас в отделении, мы все хирурги, химиотерапевты, в принципе, как бы это ни звучало, не скромно, но по большому счету, что мы придумаем. Есть ли какой-нибудь такой интересный клинический случай, о котором вы можете нам рассказать? Ну, такой обнадеживающий, такой какой-то, который запомнился вам? Есть один клинический случай, который навсегда врезался мне в память и в сердце, наверное. Я, когда учился, когда уже в аспиранторе был, у меня была пациентка, она и есть, в принципе, она обратилась к нам в отделение, дай бог памяти, на восьмом месяце беременности. И я ее дообследовал и отвел на консультацию к нашему руководителю, к Владимиру Федоровичу Семиглазову, посмотрев пациентку. И, кстати, у нее на тот момент была диагностированная трезвенегативная форма рака молочной железы, первая стадия заболевания на фоне беременности. И первым этапом было решено, учитывая, что на восьмом месяце удалить, сделать лампосекторальную резекцию. Мы удалили опухоль молочной железе, после чего пациентку отпустили, она спокойно родила ребенка, и через месяца два, насколько я помню, она вернулась к нам в отделение, и мы продолжили ее лечить. Так вот, это был, наверное, год 2010-й, наверное, 11-й, 10-й, 10-й, по-моему. Вот, и недавно она пришла ко мне на прием со своим ребенком, у них все хорошо, они живут, радуются, и меня это греет душу, в принципе. А какой тип рак у него? Трижды негативный. Трижды негативный? Трижды негативный, да. У нас есть тоже, наша очень хорошая знакомая, Юля Бронина, она после трижды негативного забеременела. Ну вот ведь. Тоже, как бы, это да. Ну вот в этом-то, наверное, и особенность трижды негативного, что если его хорошо полечить, то можно жить спокойно, более-менее, в отличие от гормонального, да? Кому есть примеры. Ну да, и очень хорошие примеры. Спасибо вам большое, что были с нами. Вам спасибо. Мне вообще, как пациент, разговоры с таким врачаем, как вы, это как бальзам на душу, потому что много слышу позитивных вещей в сторону, опять же, новых исследований, открытий, то, что не стоит на месте, и дожить до той самой волшебной таблетки, которая поможет справиться с нашим заболеванием. Спасибо большое. Спасибо большое. Будем работать на благо наших пациентов. Рак молочной железы. Рак молочной железы стоит на первом месте по количеству выявленных случаев заболевания, и наша команда Онко ТВ считает своим долгом как можно больше снять выпусков на эту тему. Надеюсь, что наш выпуск был полезен для вас. Спасибо, что с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok